Вторая очередь моста через реку Сахарную и Новая Газовая Котельная появится в Большом Камне Приморского края. Ближайшие планы обсудили на совещании по социально-экономическому развитию округа под председательством губернатора Олега Гожемяка. Главная задача всех органов власти и компаний – сделать все для живущих и приезжающих в Большой Камень. Вы знаете, есть те моменты, в которых мы уверены, которые не вызывают у нас никаких опасений по срокам ввода, по сдаче. Это строительство детского сада, это капитальный ремонт дома культуры, по остальным направлениям, то, что касается и стадиона в Лифляндии, и центра музейного. Так, глава региона поручил усилить контроль за строительством стадиона в микрорайоне Южной Лифляндии и культурного центра. Там, конечно, необходимо усилить работу. Для этого даны поручения всем, чтобы каждый день представители муниципалитет находились на стройке, решали оперативно вопросы, принимали на себя ответственность за решение этих вопросов, расшивали те тонкие моменты, которые связаны там, может быть, с несовершенством, проектно-смертной документацией принимали решение, может быть, с какими-либо выплатами, с воздействием на подрядные организации, по привлечению дополнительных рабочих, субподрядных организаций, с тем, чтобы она выправилась. Поэтому у нас раз в неделю будет находиться здесь и Ленар Медхатович, который непосредственно возглавляет наблюдательный совет. Для города важные развития дорожной и коммунальной инфраструктуры. Это вопросы, конечно, и строительства второго очереди моста, поэтому дано поручение о необходимости сейчас выделения финансовых средств, мы их найдем. Ну и могу сказать, что, конечно, флагман школы, которая здесь сдана, она на сегодняшний день – это лучшая школа Приморского края, поэтому для многих глав и для руководителей непосредственно управления образованием – это тот ориентир, на который они должны стремиться, должны учиться. Поэтому я бы рекомендовал всем главам муниципального образования побывать, и далее мы приняли решение, что все новые школы, которые мы строим, будут строиться уже по такому образцу, по такому внутреннему содержанию. Также в Большом Камне запланировано возведение газовой котельной, что позволит закрыть неэффективные и мазутные. Запланировано и строительство очистных сооружений с подключением новых канализационных коллекторов. Диана Иванова, Новости на Восьмом.